А Дед Мороз-то, похоже, не существует. На этой первой неделе наступившего года с сожалением признать сей факт не умудрился только ленивый. Ну как же так, друзья, ведь мы столько надежд возлагали на светлое будущее, а оно все так же утопает в полутонах. И пока всемирная сеть разбирается, одно ли лицо у Сергухина и Сидоренко в России начинают предпринимать первые попытки осознания, что же все-таки произошло в Макеевке. Хотя та же Маргарита Симонян в своем телеграм-канале уверенно утверждала, ничего, слава богу, не случилось. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Первые дни наступившего года показали, он мало чем будет отличаться от навсегда ушедшего. Ну, во-первых, военные, стоявшие за спиной главы государства, уже как бы намекали нам, скоро такими будем все. И не в смысле прикрытые спиной президента, а в смысле в камуфляжной форме, причем в летний и в зимний период времени. Ах да, кстати, вы обратили внимание, что обращение в этом году было каким-то мега непрофессиональным. Зачем-то наставили верхний ряд военных без головы, что до сих пор вызывает вопросы. Это тонкий намек или криворукость оператора? Почему-то не вырезали упорный кашель. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения наших. Надеюсь, в день инженера, не знающего стандарты уважения своего президента, после этого не уволили. Да и сами военные вели себя как обычные рядовые, то водили глазами, то колыхались от ветра. Ну да ладно, главное, что постояли рядом с президентом и получили свою порцию эндорфинов. Хотя и это не точно. Мне, если честно, это интересно меньше всего. Большего же внимания, на мой взгляд, заслуживает новогодняя трагедия в Макеевке. 1 января в 0 часов 1 минуту по московскому времени артиллерии ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. Подробнее о ней уже успела рассказать моя коллега Люба Орлова, поэтому не буду повторяться. Но скажу лишь, что поддержанты спецоперации очень ждали каких-то решительных действий со стороны российского руководства. Потому что понятно же, что любой результат — это действие причинно-следственной связи. Не досмотрели, не распланировали, не доработали. И вот они ошибки налицо. А их, как известно из классического кинематографа, надо смывать кровью. Но чьей? Это большой вопрос. Шел первый день, шел второй, прошла неделя, а фамилии виновных так и не обнародованы. «Делайте уже хоть что-нибудь», — говорил народ. «Что-нибудь обязательно сделаем», — ответила власть. Ииии... сделала. 3 января президент России поручил Министерству обороны помочь документалистам снять фильм о героях спецоперации. А Министерство культуры будет обязано проследить, чтобы этот киношедевр увидели абсолютно все россияне. Не, ну а че? Нормальные шаги. А вы чего-то другого ждали? Я вот, например, хотела бы посетить это мероприятие, да послушать, что же на самом деле случилось в Макеевке. Кто тот негодяй, кто покусился на Крымский мост? Почему крейсер Москва разделил участь Титаника и нашли все-таки Херсон? Ну, смотрите, сколько вопросов, ответы на которые мы как бы знаем, но даже не подозреваем. А между тем, на момент записи программы никаких реальных действий по поводу Макеевки предпринято не было. Мысли насчет новой волны мобилизации не в счет, просто потому что пока они еще не озвучены. Хотя нет, кое-какое расследование все же состоялось и была названа даже причина гибели военных. Та-дам! Это использование ими сотовых телефонов. Ну, типа, а нефиг было в новогоднюю массово писать смс-ки. Вот сами себя и выдали. И ни слова о том, что вообще-то телефоны должны изыматься, чтобы невозможно было перехватить сигнал и обнаружить координаты солдат. Что размещение их в одном здании с боеприпасами и не замаскированной военной техникой – это как бы тоже на грани сумасшествия, не считая того, что никто почему-то и не думал побеспокоиться о безопасности людей заранее. Правда, Сердюков заявил, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы такое не повторилось в будущем. И я даже понимаю, почему этот господин делает такие заявления. Ведь съемками в фильме новобранцев на территорию Украины не заманишь, а продолжать спецоперацию как-то надо. Кстати, через каких-то полтора месяца ей исполнится ровно год. Год! А каковы результаты, вы и сами прекрасно знаете. Я тут, кстати, вычитала одну хорошую цитату. По-моему, это сербская пословица. Она о том, что каждый вкладывается в войну по-своему. Политики снабжают оружием, богатые едой, бедные своими детьми. После войны политики пожимают руки, богатые поднимают цены на еду, а бедные ищут могилы своих детей. Но чем не отражение нынешней ситуации? И что будет с Россией после всех этих известных событий, когда одни погибнут, а других лишат гражданство? На этой неделе в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина, это та, что ратует за безопасный интернет, сообщила подписчикам, что борьба с нежелательными элементами продолжится в России и в этом году. Для этих целей будет меняться даже законодательство. В частности, изменения коснутся и на агентов. По мнению Мизулина, справедливым будет лишение гражданства тех, кто уже на сегодняшний день получил подобный статус. Типа такая практика вовсю применяется в Европе. Обратите внимание, в Европе. Та, что загнивает, но никак не может загнуться. Ну и вроде как неплохо было бы России перенять ее опыт. Но есть одно существенное но, о котором Мизулина предпочла умолчать. В Европе не лишают гражданства, если оно у человека единственное. В Америке лишение применяется крайне редко. Да даже в Беларуси и то его не отнимают у коренных белорусов. А вот в России возможно все. Причем с легкой руки Катеньки Мизулиной. Кать, лично я считаю, что вы все делаете правильно. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Позорьтесь до конца. И возьмите к себе в союзники депутата Евгения Федорова. Тот тоже фантазер уровня бог. Вот, например, на этой неделе Федоров заявил, что знает о планах Америки нанести демонстрационный удар по знаменитому Москва-Сити. Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по Москва-Сити и так далее. То есть это они будут повышать такого рода градус. Либо беспилотниками, либо впоследствии поставленную тамагатуру. Ну, никого не напоминает. Покажи, откуда на Беларусь готовилось нападение? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, 4 позиции, я сейчас покажу, как привез. Они бы атаковали наши войска в Беларуси и России, которые были на учебнике. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас остроить чиста. Хорошо, что начали. Так, конечно. Похоже, что они все черпают эту информацию из одного проверенного источника под названием «Приснилось». Вот только один все время пытается показать какие-то документальные доказательства. Но обратите внимание, не показывает. А второй решил вообще ничем не подкреплять сказанное. И поверьте на слово. Я не удивлюсь, если завтра Москва-Сити действительно пострадает. Но не от рук американцев, а от превентивного удара. Что-то вроде мы и знали о готовящемся разрушении, и поэтому разрушили все сами, положили всему конец. Это я сейчас ни на что не намекаю. Это слова из какой-то песни. Кстати, после событий в Макеевке наши ПВО стали значительно чувствительнее и теперь реагируют на любой подозрительный объект. 4 января, например, в небе над Ростовской областью горожане увидели светящийся шар. Он вроде бы никуда стремительно не двигался, а плавно летел по ветру. Из чего очевидцы сделали вывод, что это был обычный воздушный шарик. Через несколько минут после его обнаружения горожане услышали предположительно звук выпущенных ракет с последующим грохотом в небе. Позже догадки очевидцев подтвердил губернатор области Василий Голубев. Он рассказал, что неизвестный объект ликвидирован, а небо надежно прикрыто средствами противовоздушной обороны. Правда, вот не уточнил, выжил ли при этом Винни-Пух. Да, друзья, согласна, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, выпущены две, а по некоторым данным и три дорогостоящие ракеты по объекту, который, возможно, и опасности-то не представлял. А с другой стороны, а вдруг бы опять проворонили? Ну кто из нас хотел бы повторения Макеевки? Или той ситуации, в которой две недели назад оказался наш патриот Рогозин. Кстати, ему успешно провели операцию и извлекли из его необъятного тела осколок после ранения. И да, знаете, даже из этой мелочи Рогозин решил сделать событие. Он помыл осколок и отправил его послу Франции в Россию, сопроводив все это вот таким письмом. А нет, Рогозин так не умеет. Где Рогозин и где литература? Он написал в свойственной ему манере. Внимание, цитата. Никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе. Конец цитаты. Так что Макрон и Ижи с ним берегитесь. На тропу войны выходит самый злейший и самый беспощаднейший воин современности Дима Рогозин. Не факт, конечно, что сам, но это уже совсем другая история. Кстати, на этой неделе на свободу вышла первая партия заключенных, завершившая свой шестимесячный контракт в рядах ЧВК Вагнера. Отработали контракт с честью отработали, с достоинством. Одни из первых. Первые. Первые, да, первые. Отработали, так как мало кто работает. Какие планы? Планы. Теперь с бывших заключенных сняты все судимости и, по всей видимости, отпущены все грехи, потому как сам Пригожин в той же своей речи благословил своих воинов на новый путь. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не насилует, не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением. Но крышились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, причем часть из них сидели в лагере, у них по два дня срока оставалось, им просто Родину хотелось защищать. Поэтому надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества. И знаете, что самое во всем этом интересное? А то, что большинство из вышедших на свободу даже не поняли разницы между Родину защищать и спецоперацию проводить. Они готовы вернуться и воевать, хотя требуется от них, по крайней мере по официальной версии, вернуться и деноцифицировать Украину. А это, согласитесь, совсем разные вещи. Поэтому умные и говорят, прежде чем сесть за стол переговоров, договоритесь о терминах, иначе друг друга не поймете. Хотя, знаете, это похоже и есть основная цель современной власти, когда ничего не понятно, но дико интересно, когда любой взрыв – это просто хлопок, а убитая экономика – отрицательный рост. Но во всем этом есть и положительный момент. Люди, наконец-то, начинают включать голову, правда, не все и не всегда, но по мне, так бояться нужно всю жизнь прожить дураком, чем клейма иноагента или оскорбление тех, кто так и не получил заветную гранту. Так что сохраняем ясность ума, не подгоняем желаемое под действительное и наблюдаем за происходящим вместе, но ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока.